На мне уже появилась фата, и совсем скоро у нас появятся первые гости в нашей студии. А на мне жабо, символизирующий фраг. Ну это была на самом деле чёрная фата невесты в трауре, ну ладно, у тебя это будет жабо. Кричать горько не будем, будем кричать гости, гости, заходите. Гости, гости, вот так вот. Представит их невеста. Да. У нас известный в городе организатор свадеб Оксана Яровских. Здравствуйте. Здравствуйте. Самый дорогой, будем говорить честно, свадебный фотограф Евгений Продажный. Ну и собственно, из фамилии вы всё поймёте, пришёл не с пустыми руками. И ведущий в глобальном смысле этого слова, то есть ведущий-ведущий. Михаил Матвеев. Свадебный тамада Михаил Матвеев. Ну в свободной отработанной телевидении времени. Это что, это последний тренд свадебной моды. Да, в этом году это, наверное, самые модные вещи, которые используются большинством фотографов, операторов, раздаются гостям. Многие молодожёны сами заказывают. Это не обязательно могут быть очки, усы, но какие-то другие вещи. Но у вас это как у порядочного, дорогого свадебного фотографа есть такой реквизит всегда с собой в чемоданчике. Да, наверное, как у самого ленивого фотографа. Но дело в том, что мы, если уж заговорили про моду, моду действительно диктует на самом деле мы. То, что мы придумаем, то и делают молодожёны. А цены вверх вы гоните? Да. Это был первый клип, кстати, у Дженина. Сначала. Ну, поскольку ничего не стал про ней рассказывать. Ну, практически новым. Ну, давайте про цены. А то сейчас как-то вот я чувствую, мы рискуем уйти от темы. Сколько стоят? Слушайте, это нереально дорого вообще. Нереально дорого сколько? Стало же дороже за последние годы. Ну, в общем-то, зависит опять же, что хотят молодожён, что хочет пара. Потому что как потребительская корзинка, когда мы заходим в какой-либо супермаркет, мы можем взять колбаску, скажем, грубо говоря, подешевле, есть колбаска дорогая. Мы прекрасно понимаем, что качество определенных денег стоит. Вы хотите сказать, здесь спрос рождает предложение? То есть это, ну, пока готовы платить? Вы знаете, наверное, наоборот. Вот это такая интересная структура, интересная сфера, где как раз-таки предложение часто рождает спрос. Мы очень часто придумываем какие-то вещи, тренд, а также вот про выездные церемонии. Невесты и женихи, они же подневольные люди, у них выхода-то нет, они будут вам платить вот все эти ваши, там, может быть, неоправданно задранные прайсы, будут оплачивать их, а что им делать? У нас, на самом деле, сегодня жених есть в студии, он вот там за камерой, и к нам присоединиться никак не может. Человек отважный... Он сейчас работает, снимает. Отважный человек вдвойне, он, ну, вот, во-первых, женится, а во-вторых, женится на вот этой городской общенародной свадьбе. Вот это, ну, вы знаете, да? Желаем удачи с выигрышем квартиры. Да-да-да-да. А сколько стоит, кстати, эта общая городская свадьба? Ну, то есть вы бы сколько рекомендовали тратить, чтобы не позорно, но и... Ну, вообще просто свадьба сколько стоит, да? Да, да, ну и в трубу, чтобы не вылететь. Вот со вкусом хорошо, скромненько помещать. Звучали, если спросим, что тысяч рублей, например. Потому что, опять же, в зависимости, какую площадку хочет заказчик. Это может быть, сейчас кафе, я не знаю, Тополюк, да? Это может быть в нашем городе... Перестанта и Кулов. Да. Это может быть Хаят. Ну, давайте вот это, от Тополька до Хаята, вот цены какие. Это может быть вообще построенный эксклюзивный некий дворец, замок, да? Ледяной, может быть, зимой. Вы-то что советуете? Мы, как сказать, мы не навязываем. Ну, вот пришла невеста. Во всяком случае, наше агентство... Мне очень важно понять, что хочет пара. Потому что у всех у нас есть понимание, чего не хочется, да? Вот люди часто, невеста, знает чётко, вот я не хочу этого, я не хочу там пошлых конкурсов, я не хочу того-то. Но вот чего хочет она, она не знает. Естественно, она не каждый день женится. Мы начинаем рассказывать какие-то вещи. Как может быть, что может быть. И, в общем-то, методом тыка, подключением USB друг к другу, мы вот находим, скажем так, некую какую-то тему, некую какую-то концепцию. Я по-мужски спрошу. Вы про невесту. 350 тысяч хватит? Тебя хватит? 350 тысяч рублей. Ну, наверное, действительно, это такая вот мини-мини оптимальная с вами. Да. Потому что если говорить, опять-таки, вот про цены, да? Площадка ресторана. Это начало, то есть мы сейчас вот определили самый низкий уровень, 350 и выше. Ресторан в среднем в нашем городе, ну, минимально от полутора тысяч рублей. Если мы будем говорить по честному. Мы рассчитываем на человека, это сейчас вот как бы на одну персону. Да. Ну, это самый такой ресторан. Вот самый минимум. Это полёк. Это не ресторан, это кафе, это может быть столовая. Это полёк без спиртного, полторы тысячи рублей на персону. В среднем, хорошо, сколько людей сейчас приглашают на свадьбы? Ну, по-разному. Ну, 50 это большинство, и хорошая свадьба для 100 человек. Слушайте, ну зачем вот это? То есть это, ну, вот это какая-то жуткая инертная традиция. Приглашаются родственники, которых ты до этого не видел, ну, наверное, там, лет 20, и после этого не увидишь ещё. Но, опять-таки, что хочет человек? От свадьбы, да. Ведь наша русская, скажем так, ну вот, показать, поделиться праздником со всеми, оно присутствует. Потому что русский человек, он существо коллюзивное. Понты перед роднёй, свадьба, это такие, как бы, понты перед роднёй. А то обычно, драйвер, вы, наверное, можете судить, всё-таки тёща или невеста. Мне вот кажется, что бабушки и мамы больше хотят свадьбы, чем молодые. В моём случае так и было. На самом деле, вот, вы знаете, сталкиваемся с таким случаем, когда на встречу приходят родители молодожёнов. При том, что, как бы, не понимаешь, то ли праздник делаешь для взрослых, да, получается, для родителей, то ли для молодожёнов. И когда говоришь, так, может быть, мы все вместе встретимся, чтобы понять, что мы будем вообще делать. Есть определённые, да, там, папа говорит, так, я хочу, значит, вот, чтобы у меня было то-то, то-то ансамбль там пел, это пело, то-то, то-то. Мама говорит, нет, я не хочу, я хочу, чтобы всё было хорошо, по-семейному. А что хотят дети-то? Свадьба-то у ребят, как бы, у детей, что они хотят? Давайте их позовём, давайте с ними поговорим. Что скажем, то и будет. Да, приходят в итоге дети, говорят, вы знаете, мы хотим там с Телягой быть, да. Вообще третьего, четвёртого, да. И все, вот, начинаются. Ну, и в итоге, так, всё-таки, скорее, по родительскому сценарию всё проходит, и скорее... Вы знаете, нет, всегда нет. А мы, допустим, в наше агентство, вот, приходят пары, в основном, 99% это именно молодожёны. Мы работаем с парой. Тут, может быть, опять же, зависит, кто с кем работает. Ну, вот, к нам приходит какой-то контингент очень таких уже свободных, состоявшихся, в общем-то, людей, которые сами себе готовы, ну, вот, организовать праздник, организовать что-то такое волшебное. Ну, вот, практичный зритель Алексей Габдрахманов спрашивает, жуть, если минимум денег на свадьбу, это 350 тысяч рублей, подарками, то такое сроду не окупится. Ну, вот, мы же привыкли, первая брачная ночь, да, это классическая шутка, чем занимаются, да, они подсчитывают деньги. Кстати, сколько дарят обычно? Ну, то есть, вот сейчас видно же, наверное, по пухлости? Да, нет, на самом деле не видно, потому что бывают такие люди, которые, ну, кто-то дарит, ну, там, не знаю, деньгами, да, конвертом, кто-то дарит подарком артистам. Телевизор. Да, кто-то дарит, там, не знаю, большую коробку, кто-то дарит путешествие, кто-то... Был у меня случай, когда мужчина купил торт за 250 тысяч рублей, при том, что там у всех были такие глаза, он открыл чемодан и говорит, вот, ребят, это вам мой подарок от меня, а мне кусочек торта. А, ну, вот это традиция, в смысле, когда на свадьбе... Его реально запомнили все, понимаете? То есть, я этого мужчину помню, хотя эта свадьба была... А его никто не знал, он случайно зашел вообще на чужую свадьбу? Ну, их там, ну, все думали, что это со стороны жениха, там, другие думали, это со стороны невесты. Они хорошо пожрали, повеселились, сфотографировались со всеми уши. Евгения, а какие новые традиции? Вот вас куда возят? Разрешите сначала прочитаю Татьяну Габову, наш интернет-зритель. Уступаю Татьяне Габовой. Если хочется поделиться и рассказать всему миру, ну, ребята, можно зарегистрироваться, нарядиться, устроить хорошую фотосеть, и в соцсети, пожалуйста, увидят все, лайки поставят, а зачем вот эти 350 тысяч рублей тратить, непонятно. Это тоже вариант, на самом деле, с этого всегда начинает разговор. А давайте мы просто зарегистрируемся, пофотографируемся, и ничего делать не будем. А потом о свадьбе узнают родители, говорят, нет, нам нужен банкет. И пошло-поехало. Мы позовем маленькую компанию гостей, 10 человек, хорошо, самых близких друзей, самых близких родственников. А потом говорят, нам нужно еще позвать тетю Машу, потом дядю Васю из Уфы. А у тети Маши муж, из тюрьмы родственники, из Тюмени, они тоже давно не видели, да, и приедут. А что они будут делать? Мы хотели сначала фуршет, там, час постоять, попить шампанского. Нет, они же захотят поздравить, наверное, нужен ведущий. Все-таки для родственников. Все это собирается. А раз ЗАГС и фуршет разнесен, надо куда-то поехать. Куда ездят-то сейчас? Вот подождите, про фуршеты. Ведь цены вообще нечестно и несправедливо формируются для молодых. Пример. Вот послушайте. Ну, пример. Заказывали в Зимнем саду корпоратив, выставили счет 1000 рублей. Ну, так, с человека пришли те же люди договариваться о свадьбе, им уже выкатывают по 1500. И якобы особое свадебное меню. Ну, там, может быть, те же самые, на самом деле, позиции. Двойные стандарты, двойные тарифы. Я уж молчу про ЗАГСы, которые нам, на самом деле, наш жених приходит и жалуется на работу. ЗАГСы торгуют телефонами молодых. Вы это знаете вообще, Евгений, вы в курсе? Да ладно. Слухи мне не предлагали. Ни разу не слышал. Давайте про двойные тарифы. Что это такое вообще? На самом деле, я не сталкивалась с подобными вещами. И, на мой взгляд, так могут поступать, ну, недобросовестные площадки. То же самое меня, допустим, возмущает, как организаторы, когда площадка продает несколько мероприятий и не справляется на какой-то небольшой территории. Это большая всегда проблема для организаторов. Причем молодожены могут об этом узнать вообще в последний какой-нибудь момент, за неделю до мероприятия, что у них еще вот буквально на этой же площадке будет рядом еще две. Договор какой-то составляется. Это нарушение, там, не знаю, условий договора. И давайте в суд, ну, как в цивилизованном обществе живем. Вот тут, понимаете, все сложно с договорами, потому что предоплата некая оплачивается. Ну, вам можно предъявить какие-то претензии, если не понравилась ваша организация? Вот, понимаете, тут опять-таки вопрос в том, что стандартов как таковых, их нет. Ну, не понравилось, мы второй раз не придем. Что такое весело, что такое вкусно. Вот вам, допустим, вкусно салат оливье, мне невкусно, я роллы хочу, да? И вот это вот недопонимание, вот как раз-таки, почему очень важно понимать, слышать, с кем мы работаем, да, с заказчиком. Не просто вот рубить, что нужно, вот берите оливье, там, тра-та-та и все. Потому что действительно красиво, вкусно, это вещи такие субъективные. Поэтому достаточно сложно работать на этом рынке. Потому что, вот, допустим, мы разговариваем с молодоженами, на протяжении полугода готовим свадьбу, красивую, французскую. Значит, у нас там собаки красивые, фотосессия, все дела. Потом буквально подключаются за две недели до свадьбы родители, говорят, нет, мы поедем, у нас приезжают, есть умения, мы должны все 60 человек поехать и повесить замочек на плотинке. Или на Европу-Азию, да, поехать. То есть у нас рушатся вся концепция, и молодожены, они не могут отказать, они не могут сказать нет. Это же рано? Плюс ко всему, лето 42 градуса. Причем чужие, рано со свекровью рубятся. И, слушайте, но вы все сходитесь в одном, все-таки это делается для родственников, и, ну, вот, в угодок им, каким-то стереотипным представлением. А можно я про другое спрошу? Если это дорого, там есть откаты? Ну, то есть, вот, бывает, подходили к площадке и говорили, вот, пусть свадьба у нас пройдет, мы вам немножечко дадим. Вы знаете, ситуация, на самом деле, на мой взгляд, немножко грустная в нашем городе. Ощущение, что много, вот, ресторанов, кафе и площадок. А выбрать не из чего? Выбрать не из чего. Они за год, за полгода уже все забронированы, заняты. И у них всегда нога на ногу, в общем-то, что мы сильно, хотите берите, не хотите, не берите. То есть, вот, движения в сторону молодоженов как-то вот маловато. Мне кажется, вот, как раз на рынке исполнителей и организаторов это происходит. Потому что, как раз-таки, больше каких-то разных исполнителей можно выбирать. И, мне кажется, вот, тут как раз-таки, свободные художники, они гибче, они интереснее, они придумывают что-то. А вот с площадками тут вот как-то все пока... Я вот добавлю, да, по поводу площадок. Вот, допустим, найти помещение на 100, 120, 150 человек, это проблематично в нашем городе. Их, на самом деле, ну, может быть, с десяток, не более. Да, а свадеб... Может, поэтому бабушки чаще женились, не жарко на улице. Вот, вы знаете, самое интересное, что есть такое, да, и, как бы, есть национальные свадьбы, да, ладно, у них там, как бы, есть помещение там, вот, я знаю, допустим, в Армении, да, у них свадьба... Ладно, у нас 150 человек, у них 1000 человек, 1000, я общался вот с армянинами, мне говорят, у нас там такое, говорит, залище, а у нас-то нету в городе. У нас, понимаете, вот у меня друг говорит, я хочу жениться, вот у меня 120 человек, давай искать помещение. Мы обзвонили всех, все заняты, обзвонили за 4 месяца. Смотрите, у нас вот есть спрос, да, мы рождаем предложение. Допустим, наше агентство предлагает отойти от стереотипов и уйти, может быть, от ресторанов. Есть такая вещь шикарная, как кейтеринг, когда можно действительно строить что-то, и за вполне, в общем-то, деньги адекватные. Иногда бывает аренда неадекватная за какие-то площадки. Сейчас я тоже по поводу, допустим, летней... И закончим, да, да, конечно. И, допустим, вот сейчас тоже новый тренд в Москве. А если у жены пузо уже в будущее, ей лето, в смысле, ей посреди зимы придется жениться. Вот, есть новый тренд тоже, лофты, то есть площадки, которые не рестораны вообще, а, допустим, там завод некий, кирпичная стена, это просто шик для фотографа. А для нас это пространство интересное, которое можно сделать, ну, просто супер. Но, опять же, тут нужно... И сэкономить на аренде. Способ сэкономить, обмануть арендодателей вот этих, зажравшихся. На самом деле нет, потому что данная площадка, мы понимаем, будет пустая. То есть нам нужно будет привезти стулья, столы, нам нужно будет декорировать светодиодными сетками, и, возможно, либо это декорирование цветами, либо это какие-то необычности, что-то такое. То есть мы создаем это пространство заново. А сейчас вопрос о ценах, получается, декорация, тук-тук-тук столы, тук-тук-тук стулья, тук-тук-тук украшения всего. И дешевле в троекурове было. Да, возможно. Возможно, да. То есть это все, как бы, понимаете, вот такие вещи, как бы, действительно, тут не знаешь, где уже найдешь, да, а где ты, как бы, ну, потратишь. А на чем точно можно сэкономить? За что точно можно не платить? Ну, вот, а это какая-нибудь издержка традиции. Понимаете, есть слово гармония. Да, можно на свадьбе сэкономить, можно расписаться и поехать в путешествие. Можно расписаться и поехать в Доминикану, там заказать себе фотосессию, обручальные кольца и сделать церемонию там. Слушайте, ну, по-моему, это самый честный, самый правильный вариант. Как сомск руку, у нас коллега вернулась только что из Доминиканы, и как раз они ничего не праздновали. Ну, вот, например, раз уж говорили про тенденцию, сейчас тоже существует определенная мода, ну, которую диктуют на сегодняшний день уже молодожены, даже не фирмы. Это свадьбы в замках, за границей, вообще в других странах, действительно. По деньгам выходит едва ли не дешевле, чем у нас в кафе-то полёк, но у вас. Да, самое интересное. Ну, вот в данном случае, я ездил вместе с ребятами, на свадьбе было 19 гостей. То есть все гости приехали. Замок в Амстердаме, все отдыхали, получили огромное удовольствие. И действительно, как говорят ребята, что примерно то же самое, что здесь отпраздновали. Кейтеринг уже давно устарел, сейчас гостей кормят не хлебом, а зрелищами. Ну, вы знаете, в соотношении, если брать программу, развлекательную часть, развлекательную опять-таки в кавычках, потому что сценическое оборудование, вот эти вот все-все, техническая поддержка, все-все-все дела, то у нас вот мы сравниваем чеки, всё-таки часть поедательная, она дешевле раза в три, чем вот часть вот этой вот надстройки, которая... Собственно, зрелище, развлечение. Ну, и не зрелище даже, а вот все-все-все-все-все вот брать, начиная там с ноготочков невесты, да, и заканчивая, в общем-то, не знаю, последним фейерверком и размещением гостей. Ну, это добрый знак, наконец-то уходим от большой жратвы к празднику. Ну, в общем, да. Но, вы знаете, опять-таки проблема, что у нас стереотипы у людей. Есть ощущение, что достаточно заказать кафе «Тополёк», «Хаят» или неважно что, я сейчас не буду вдаваться в подробности или в какую-то другую там площадку, вот, пригласить хорошего там ведущего и как бы всё. И, может быть, ещё фотографа, потому что вот всё-таки пошла тенденция, что готовы мы, может быть, платить всё-таки за фотографию. Согласитесь, Михаил, любую тухлую свадьбу спасёт хороший ведущий и большое количество алкоголя. Ну, не всегда. Я вот спорю всегда со всеми и говорю, что, вы знаете, вот, ну, процентов, может быть, 80-90 успеха свадьбы зависит от гостей. Ведущий, он просто, если вот он делает правильно, то он вовремя направляет людей в нужное русло и где-то делает. Понимаете, свадьба же, ну, невозможно вытащить человека, если вот он пришёл, вот такой изначально, вот ему уже ничего не надо, да, там, или он уже лицо у него к салату ближе. Понимаете, тут как бы ведущий, это же не клоун, который... Нет, ну а для чего у вас тогда, для чего он платит такие деньги? Сколько вам платят? Кстати, сколько вам всем платят? Понимаете, вопрос-то в том, что не в деньгах дело, вопрос в том, что насколько гости хотят и молодожёны хотят праздника. А сколько стоят ваши услуги? Наши услуги? Ну, вот ваши конкретно. Ну, наши услуги стоят относительно недорого, как бы, стоят 35 тысяч, это вместе с диджеями, с оборудованием. То есть, я бы не сказал, что это баснословные деньги, и, в принципе, за эти деньги... Но я думаю, что фотосессия уже не стоит дороже. Вот, Евгений, сколько у вас? Мы тут попытались вычленить, на самом деле, вот ведущего. Ведущий это, по сути, кто? Это топ-менеджер, да? Ну, вот, возьмём так, человек, который ведёт, управляет, руководит. Давайте теперь посчитаем, сколько примерная зарплата топ-менеджера, ну, вот, современного человека в какой-нибудь крупной, нормальной компании, предприятии. Это, наверное, в районе всё-таки около стольника. 100 тысяч рублей, да, в среднем возьмём. Если мы возьмём работу Михаила, так вот, в среднем, уберём оттуда звукооператора, который тоже кушать хочет, в общем-то, у которого тоже, возможно, дети и всё такое, то останется порядка, я не знаю, не буду вдаваться, ну, давайте, нет, 10 тысяч рублей где-то в среднем на звукооператора уходит, да? То есть, Михаил демпингует рынок, вы хотите сказать? Нет, нет, нет. Муха, не мых, я нашёл, не шум, так, так. 25 тысяч рублей, если мы посмотрим вот эти выходные, причём, дай бог, что пятницу, субботу каждую работать, это здоровечко ещё нужно иметь, потому что встречи тоже никто не отменял, а встречи нужно по минимуму, ну, бывают разные такие женихи и невесты, то есть 25 умножаем на, что там, сколько, да, на 8, что мы получаем? То есть мы получаем среднюю, хорошую зарплату, нормальную, да? Хорошего топ-менеджера. Ну, вот, хороший ли тамада топ-менеджер, это, знаете, вопрос спорный, зрители вот у нас спорят, например, Кристиан Бейл зовут человека, он пишет, вот так. Нашёл старик время. Написать там, Матвеев свадьбу ведёт как парад, всё время «Ура!» командует. Да, да, да. Да, и вообще тамада самое ужасное, что может быть на свадьбах, ну, тут абсолютно полностью согласна, потому что, понимаете, тамада, как бы вы не говорили, непошлые конкурсы, все они не держатся. Тамада и ведущие, как бы, да, немножко различаются. Вот раньше, как бы, профессия тамада была, это человек из зала, вот его назначали, то есть не было такого, что это наняты ведущие, обычно это как бы у таких... Вы сейчас вот какие-то исконные вещи говорите, такие традиционные. Да, да, то есть они говорят, так, Серёжа, сегодня ты, ну, и там, сам Вэл. Давай, до свидания. Да, это как раз тамада говорит, что вот ты сейчас скажешь тост. Нет, вот изначально назначали людей, понимаете, пришёл папа, да, кто у них самый главный, и говорит, так, сегодня ты ведёшь. Всё, человек вставал и начинал говорить тосты, там, речи и так далее. Это тамада. Ведущие, это всё-таки немножко другое. Конкурсы, вы знаете, я до сих пор от молодожёнов слушаю такие приколы, а вы делаете конкурсы, вот когда карандашик в бутылочку рассовывают там. Я говорю, ребят, вы с каких вообще годов вернулись, вы где последний раз были? Они говорят, мы были на прошлой свадьбе, там всех переодевали в костюмы, там все плясали вверху сердючку. И я такое ощущение, что где люди-то, кого они вообще заказывают? Дядя из Ханты-Мансийска в женском платье. То, что я кричу ура, а не горько, так это тоже, понимаете, пожелания бывают молодожёнов. Есть молодожёны, которые говорят, Миша, вот нам строго-настрого горько не кричать. Я не кричу им горько, понимаете? И давайте ещё всё-таки вернёмся к вопросу о бюджете. Если пригласили только ведущего и сказали, вот Миша веди, а что Миша, собственно, должен делать? То есть ему поставлена задача, нужно должно быть весело, но мы отказались от... Постойте, вы только что говорили, что Миша это супер-мега-топ-менеджер, который, в общем, контрактируется. Подождите, всё-таки супер-топ-менеджер, если будет стоять в трамвае, и у него ничего не будет, чем он будет оперировать? Бабками. Какими? Серьезно, я ярко, в смысле? Ты со мной друг. Я расскажу тебе, куда их потратить. В чём ошибка, наш менталитет, что мы не готовы оплачивать услуги? Что такое вот хорошо? Да вот мало заказать, пригласить. Вы сейчас хотите сказать, что вы лучше, умнее, ну вот как-то круче, чем, собственно, эти молодожёны, которые, ну вот вообще тупые, ничего не понимают? Нет, никто не говорит, что... Ну вообще-то да, потому что они профессионально свадьбами не занимаются. Ну сколько человек в жизни раз может пожениться? На самом деле правильно сказать. Четыре, пять. Опытные. На самом деле, понимаете, наша задача, действительно, так как она всё правильно сказала, прислушаться к тому, что хотят ребята. Понимаете? И профессионально посоветовать. Когда начинается разговор, диалог, уже можно из этого диалога понять, да, что человек хочет, подать ему какую-то идею, да, на что-то его сподвигнуть. И вот отсюда как раз и возникает, что, о, я хочу, чтобы этот выступил, о, вот это хочу, вот это хочу, вот это мне дайте. Отсюда и цены, отсюда и бюджет. Можно взять одного ведущего, да, он будет делать конкурсы. В чём задача ведущего? Сделать так, чтобы все поздравили. Это первое, да, самое главное. Чтобы было весело, но веселье зависит от общения ведущего с гостями, от конкурсов. Я извиняюсь, Оксана, вызов вам от нашего зрителя. А слабо сделать свадьбу за 100 тысяч на 30 гостей? Вы знаете, не слабо. И на самом деле мы работаем с равными бюджетами. Мне кажется, оператор сейчас послал вашу смсочку, тихонечко. Нет, просто тогда нужно понимать, готова ли пара, вот я сейчас буду говорить всё-таки заказчики, это пара, готовы ли они отказаться от стереотипов? Потому что иногда приходят люди, мы лимузин хотим, мы вот платье вот такое хотим, но мы пойдём в столовую, будем экономить. То есть дисбалансники, 100 тысяч рублей может быть. У нас была свадьба вообще мини, когда в парке, допустим, мини-форшет, небольшая фотосессия. Слушайте, я была свадьба на 12 человек, 5 часов я развлекал 12 человек. Люди плясали, веселились, тусовались там, получали громадное удовольствие. А когда на вашей памяти последний раз драка была? Нет. Это вот всё-таки такой, вот, ни разу. Тебя дал убили. Евгения, будет, в субботу будет. Сколько стоит у вас свадебная фотосессия? Я помню, вот, года три назад были цифры 50 тысяч рублей. И можно заодно посмотреть фотографии Евгения, ну и как-то сделать какие-то свои выводы и оценки. Сколько стоит? Ну, на сегодняшний день есть несколько разных вариантов съёмок, поэтому... Самый дешёвый, самый дорогой. Есть средние варианты, то есть и на эту сумму тоже можно заказать. Ну вот эти, давайте вот фотографии, которые мы смотрим, вот сколько стоит. Правда, у вас кто-то заказывает видео и фотоснимки с первой брачной ночи? Ну, видео вряд ли, а фотосессия брачная ночи, помните, вы рассказывали, чтобы была такая услуга? Это что значит? Такое спрашивают, на самом деле, ну, не у меня. Тариф двойной. Что, обидно, да? Рассказываю. Может быть, и согласился, но очень долго думал. Но говорят, что действительно есть специалисты, которые именно этим и занимаются. Ну, а что касается цен... Брачной ночи, съёмкой брачной ночи занимаются. Я вспоминаю просто прошлый год, в течение полутора лет мама жениха занималась организацией свадьбы, и у них только приглашения вышли на 34 тысячи. А вы говорите, Миша, дорогой. Знаете, я вообще не думаю, что я дорогой. Сколько стоит сегодня, вот, если наш оператор захочет нанять вас, сколько стоит? Ну, вообще, средняя цена по Екатеринбургу... Ваша цена! Давайте ваша цена. Крупно сделал, крупно сделал. Впрочем, лицо твоё, глаза. Вот сейчас ему скажи, ты в глаза сколько стоит. Сейчас были вот эти губки, можно посмотреть, как это выглядит, собственно, уже в действии. Я на сегодняшний день работаю так, что мою работу можно собрать по запчастям, как конструктор. Часы плюс обработка. Не умиливайте ответ, должен быть короткий. Цифра, сколько стоит? Сколько? Конкретной цифры не существует, но если говорить про среднюю, то в среднем где-то... Как самая большая моя была цена 3 года назад? 50. 50? Ну, это в среднем, да. Сегодня это средняя цена? Да. Сегодня это уже не самая большая, всё-таки инфраструкция. Ну, оператору-то спидку сделаешь, он уже на тебя сейчас крупным планом снимал. Впрочем, глаза твои взял. Ну, вот, собственно, для чего нужны все вот эти ваши штучки, да? Вот для таких фотографий. Да, это, собственно, кто и заказывал свадьбу, видимо, вот они. Мама, если 4 станции метро стоят 30 миллиардов рублей, это сколько свадеб нужно провести? Это нужно вызвать, чтобы посчитал. Это может быть одна свадьба. А, ну, проблема решена. Ну да, на яхте Абрамовича где-нибудь там, на Ибице, я думаю, как раз. Понимаете, нужно просто для себя определиться, что вы хотите. Если люди действительно познакомились в интернете, и сейчас очень, как сказать, вот отдельно есть такой сегмент, мне кажется, людей, которые не любят вот этот народ, вот этого много-много всего. Они сами себе молодцы, они вдвоем, свадьба для двоих тоже никто не отменял. Она может быть в Екатеринбурге для двоих, она может быть во Франции для двоих, она может быть на каком-то острове для двоих. Пожалуйста. Но нужно тоже понимать, что она состоит из маленьких всяких штучек. Если в Екатеринбурге, допустим... В метро, может быть, вот нам хочется все-таки провести такой ремонт. Вы знаете, религия свадьбы в трамвае, это просто неудобно. Потому что это вот... И рюмку надо поставить на романтику. Это же романтика, может быть, романтика. Это, скорее всего, какая-то индивидуальность, просто гостям показать фотки, сказать, смотри, мы в трамвае женились. Все, такая романтика. Либо, может быть, люди работают и без ума любят, в общем-то, трамвае. Ну, то есть, вот такая экзотика, это все-таки, ну, вот как-то, некий выпендреж такой, да, вот свадьба в метро, в трамвае, простите, там, на танке молодожены были. Все помнят, там, гуляли эти фотографии. Ну, вот на сегодняшний день мы какие свадьбы выделяем? Свадьба европейская, ну, вот классическая. То есть, красота, зеленые лужайки, 7 метров шлейф, папа, вот, в общем, нежно все, очень красиво. Все. Значит, второй вид какой-то, да, для себя, скажем так, отметим. Русская, это то же самое, но папа пьяный. Нет, это тематическое мероприятие. Тематическая свадьба. Селяги и так далее, все вот эти, уже тоже надоевшие на самом деле. Да, потому что нельзя, понимаете, просто взять тему какую-то. Давайте мы сегодня с теляги. Почему с теляги? Почему не Чикаго? Всегда должна быть тема привязана к людям. Если у нас была, допустим, итальянская свадьба, она была, правда, человек работает с Италией, мама там с Италией. Они едут в Италию, и все вот вокруг Италии, она, ну, вот их страна, есть бывает, да, любимая, куда они постоянно ездят и собираются там покупать недвижимость. То есть, и это вот близко. И, соответственно, мы продумываем, прорабатываем вот эту концепцию из мельчайших деталей. Слушайте, ну вы своим детям будете закатывать вот такую пышную свадьбу, в общем-то, которую вы организуете своим заказчикам? А что значит закатывать? Что хотят наши дети? Вот важно. Надо же с ними еще поговорить. Ну, конечно. По Оксане, между прочим, сегодня у ребенка день рождения, а она здесь. С праздником. Парут, между прочим, да. С праздником. Ну, вот зрители пишут, пышная свадьба, есть такая примета, чем пышнее свадьба, тем брак будет, ну, вот, скоротичнее. Не верьте ни цифрам, ни дождю, ничему не верьте. Нету, я женил людей в три семерки, в три восьмерки, там кто-то развелся, кто-то живет счастливо. Есть у меня пара, которая 13-го в пятницу в мае поженились, я их встречаю, у них дети, они счастливы, и у них все здорово, понимаете. Не надо верить в цифры, вот, в эти все, вот, идет дождь, значит, к счастью, там, или там, это плохо, там, разбилось там что-то, это к счастью. Красная горка. Да, это наши какие-то оправдания каким-то мелочам, которые происходят, понимаете. У меня, не знаю, были такие случаи, у меня, извиняюсь, конечно, нельзя говорить это, у меня жених во время церемонии, перед церемонией гулял по травке, ну, и наступил, в общем, в произведении искусства. А потом, когда у них началось бракосочетание, ударила молния, пошел гром такой, а потом, когда поздравляли родителей, папа там, начал зачокаться с невестой, бокалы разбились. В итоге, в оконцовке всего этого действия, я был вообще в шоке от этой свадьбы, они вывозят торт, и он падает весь, вот, причем в пятиярусную, там, бомбар. И черная баронка над столом, и они празднуют за свадьбу. И что, и они живут, и все нормально у них, понимаете, все вот там крушилось, все ломалось там, не знаю, для меня это тоже был какой-то, знаете, шок, когда вот этот пятиярусный торт, бух, упал, и все сидят там. Я, допустим, ни один телефон не работает, неважно, сколько он стоит, 3000 рублей, или 33, или 333. Как вы с клиентами общаетесь со своими, ну, вот бывает, в общем-то. Когда взята предоплата, да? Эту беседу, как хорошую свадьбу, хочется продолжать. По русскому традицию надо разгонный пряник подать, все разбирают и уходят. Мы пряника не запасли почему-то, поэтому попрощаемся с вами. Ну, тогда мы заберем жанки на приколюхе и пойдем, да. Мы просто подарим реквизит, который приведет с ним в день и продаж. Чужой реквизит, правильно, выкрутилось. Спасибо вам большое, спасибо, до свидания. До свидания. Спасибо вам. Это была программа «Сумомнение». Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок